Информационный ресурс Energy at Haas сообщает, количество открытых новых месторождений нефти и газа упало до самого низкого уровня за 20 лет по итогам 2014 года. Это может грозить мировой экономике большими проблемами в будущем, ну а пока этот факт должен напротив поддержать цены на нефть. Предварительные данные свидетельствуют о том, что найденные в прошлом году объемы нефти и газа, за исключением сланцевых и других месторождений, на территории Северной Америки уменьшились. По другим данным, 2014 год может оказаться худшим годом для поиска нефти и газа с 1952 года. Цитатом. В прошлом году удалось обнаружить запасы всего лишь на 16 миллиардов баррелей. Это уже четвертый год, когда падают объемы. Необходимо учитывать, что для новых месторождений потребуется долгое время на разработку, прежде чем они дадут прибавку к увеличению мирового предложения. Тем не менее, они дают представление о потенциале в 2020-х годах, пишет ресурс. Эксперты отмечают, что показатели снижаются тревожными темпами. До сих пор не открыто ни одного нового гиганта. Есть одно месторождение, запасы которого составляют более 500 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Но эти данные еще могут измениться в худшую сторону. В этом году геолого-разведочные бюджеты сокращаются во всей отрасли, а число скважин, скорее всего, продолжит падать и дальше. Новые открытия не являются единственными источниками будущих поставок в нефти. Компании могут увеличить свой потенциал за счет расширения существующих месторождений, а также есть большое количество запасов, относящихся к нетрадиционным, включая сланцев в США и месторождения тяжелой нефти в Канаде и Венесуэле. Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне намерены через два месяца свести к нулю число заражений болезнью, вызванной вирусом Эбола, пишет Рейтер. Об этом говорится в совместном заявлении глав трех западноафриканских стран, которые провели в минувшее воскресенье встречу в столице Гвинеи Конакри. Они обратились к международному сообществу с просьбой оказать их странам необходимую помощь для достижения этой цели. Цитата. На сайте Депозит Аккаунтс появилась информация, что регуляторы штата Джорджия прекратили деятельность банка Capital City Bank & Trust Company. Таким образом, это учреждение стало третьим банком, закрытым в стране с начала 2015 года. Его активы и депозиты перейдут финансовому учреждению First Citizens Bank & Trust Company, находящемуся в штате Северная Каролина. Активы закрытого банка на 31 декабря прошлого года составляли около 272 миллионов долларов. Объем его депозитов был равен примерно 262 миллионам долларов. По оценкам корпорации, расходы фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банков составят почти 89 миллионов долларов. В прошлом году число банкротов среди финансовых организаций в стране стало наименьшим с 2007 года и составило 18 по сравнению с 24 банками по итогам 2013 года. По сообщению Евроньюз в итальянском городе Катания в четверг произошел трагический случай. Из-за отсутствия свободных мест в больницах врачи не смогли спасти жизнь новорожденного ребенка, девочки Николь Ди Пьетро. Сразу после ее рождения в частной клинике Джибиино врачи заметили у ребенка затрудненное дыхание. На месте помощь оказать не смогли из-за отсутствия необходимого оборудования. И девочку повезли в соседнюю больницу. Там не оказалось свободных мест. Та же картина повторилась еще в двух клиниках. Задыхающегося ребенка пришлось везти за 100 километров в город Рагуза. Но Николь не довезли. Она скончалась в карете скорой помощи. Цитата. Ее мать возложила ответственность за гибель ребенка на медперсонал, который допустил по небрежности ошибки. На своей странице в фейсбук она написала. Николь умерла из-за ошибок, который можно было избежать. И добавила, что надеется на установление справедливости. Говорится в публикации. На той же неделе в Неаполе произошел еще один случай. Умерла 8-месячная девочка при обстоятельствах, которые также поставили под сомнение качество работы итальянских детских медучреждений. Этими чрезвычайными происшествиями заинтересовались не только в Минздраве Италии, но и в полиции.